Максимально давно не включал я эту камеру и максимально давно не говорил с вами откровенно и вообще ничего не рассказывал на канале, но время пришло и я думаю сегодня начнем. Всем привет, друзья, с вами Юга и это небольшой ролик, который ознаменует новый перезапуск канала и расскажет на парочку вопросов, куда же я пропадал и скорее всего, что будет дальше. Ну, во-первых, перезапуск канала вещь такая непростая, тем более спустя действительно очень большого инактива для Ютуба, на котором вы посмотрите этот ролик, это будет плачевно, скорее всего, даже, наверное, фатально и канал вряд ли оживет, ну, такие уж новые алгоритмы. Ну, Ютуб для меня был больше непосредственно, нежели чем какой-то агрегатор всех моих гайдов, видеороликов, каких-то влогов, поэтому я, в принципе, планирую скрестить пальчики и надеяться, что так или иначе с каким-то более-менее интересным контентом, который я буду делать, он оживет, время покажет. Второй момент – стримы. Уже более года я полноценно не стримил на своем канале, это, как говорится, ознаменовалось для многих тем, что я все-таки бросил деятельность, на самом деле нет. Я был, жил полтора года в Москве, участвовал в проекте КНД Медиа, соответственно, это проект, который мы придумали с ребятами, но буквально 2-3 недели назад я принял решение, что я уйду с проекта, мы с ребятами посовещались, это для нас стало оптимальным решением для обеих сторон, потому как у меня сейчас очень многие, допустим, в жизни сложились обстоятельства, которых я вам, конечно, в дальнейшем расскажу, надеюсь, вы за меня порадуетесь, но в целом все очень здорово, очень, наверное, плохо хвалиться, но в целом я очень сейчас доволен тем, что происходит у меня в жизни, и хочу этим позитивом делиться вместе с вами, это очень здорово, классно, это нужно, возможно, не только мне одному. Спустя полтора года, получается, или даже чуть, ну да, вот в мае бы исполнилось бы два года, как мы все этим занимаемся, два года, получается, в 18-м году я переехал в Москву в ноябре, каналом я не занимался, потому что все было время уделено на КНД Медиа, сейчас в данный момент идет перезапуск. Так, прошлым летом Твич, спустя 6 лет, вернул мое имя, то есть канал теперь называется не Юго Шоу, как приписка, а просто Юго, да, так как и называется Ютуб, допустим, еще ряд моих социальных сетей, то есть, в частности, вот два флагмана Ютуб и Твич, у меня всегда назывался, ну, Ютуб у меня всегда назывался Ютуб.рум слэш Юго, и сразу попадаете на мой канал, так и, соответственно, и теперь и Твич будет называться, и еще другие некоторые ресурсы. Это очень здорово, потому что лично для меня это была маленькая победа, это, так или иначе, признание бренднейма, это, в дальнейшем я буду планировать верификацию ВК, ну, совсем, чтобы уже жирненько было и вкусненько, но это все мелочь, на самом деле, по сравнению с тем, что, какие у меня, в принципе, задумки, какие планы, что я хочу сделать. Сейчас у нас и останется она очень долго, мейн-проектом, это Black Desert Online, я из него, можно сказать, я не уходил, но был, по сути, в инактиве, я не был в крупных тагах, я не играл в полную силу, я продолжал фармить, наращивать гир и все в том же волшебнике. За четыре года, в 3 февраля исполнилось четыре года запуска Pay2Play, которого, к сожалению, нет, четыре года назад создал он был Визард Юга, и вот ему уже четыре годика, ему уже взросленький, да. Буквально вчера я вступил в гильдиоз Огненный Скальпион, и кто не знает, который находится на русском сервере игры Black Desert. На Европе я не играю, для меня это полный инактив, это персонаж, который остался моим прекрасным воспоминанием, ему большое спасибо, иногда за него захожу поностальгировать, очень классно. Полностью я перенес себя непосредственно на Руов, где-то, ну как раз в 2018 году, после того, как Перлаби забрали у геймнетов права на локализацию. Соответственно, мейн-проектом будет Black Desert. Но это не значит, что на канале не останется совсем уже никаких игр. Планируется больше РЛ-активности в городе, сейчас я не живу в Москве, я переехал в Невиномыск, соответственно, все активности будут связаны с Кавказом, Ставропольским краем. И наладил интернет, у меня есть прекрасный стабилизатор Osmo, который мне помогает в этом, он летом уже прошел проверку, прекраснейшая вещь, хороший смартфон, не идеальный, конечно, но все-таки. Соответственно, это планируется в полной мере. Самые главные два проекта, которые я еще планирую вести, я оставлю пока в секрете. Но, честно сказать, они будут сконцентрированы один на мне, с точки зрения спорта. Другой будет сконцентрирован на мужском населении, не знаю, круто, наверное, сказать, страны. Но я буду стараться, ну и не буду, не знаю, пафосных амбиций, я просто скажу, на мужском населении Ютуба, например, ну или других социальных сетей. Я открыт, в принципе, ко всему. Я за этот год также понабрался ума, не поверите, но он так или иначе присутствует, хороших товарищей, контактов. Я думаю, мы так или иначе будем придумывать какие-то новые коллаборации с кем-то. Также, и вы видите, рабочее место новое. Вот сейчас я нахожусь, можно сказать, даже в районе своей исторической родины. Это не моя квартира. Это квартира, которую, давайте назовем, я ее снимаю. В своей квартире я планирую за этот полгода сделать ремонт. И там уже будет полноценная комната-студия, такую, какую я хотел бы видеть, какую, возможно, вы хотели бы видеть у меня. Там уже немножечко будет другой формат. Вот, это из планов. Если подытожить. Основной проект Black Desert и Rail Streamy. Стримы с друзьями. Это обязательное условие, которое поставил я себе. Четвертый проект. Это проект связан со здоровьем. И пятый проект, это связано также, кстати, отчасти со здоровьем, но уже не только моим. Ну, и самое главное, я просто безумно вас всех рад видеть. И если вы еще остались здесь и это смотрите, если вам это интересно, если вам интересен я, как не только человек, ну, точнее, не только как стример, но и человек, я очень безумно рад и безумно, по-моему, соскучился по всем. И надеюсь, будем чаще видеться, а сейчас это действительно так, в эфирах, будем вместе завершать какие-то интересные цели в играх и не только. Большое вам спасибо. С вами был Юга. Всего вам хорошего. Будьте молодцами. Всего вам здоровья. И до связи. Пока-пока.